всем привет меня зовут павел собирая рад вас приветствовать на моем канале путь собирая мы тут с вами встречаемся обсуждаем говорим про танго говорим про разные другие парные танцы и ищем пути как сделать танго более популярным заинтересовать в этом новых людей заинтересовать людей кто уже давно в общем делаем полезное дело если вы хотите узнать больше подробностей про то непосредственно про мою деятельность вы можете всегда зайти на телеграм-канал есть бесплатный открытый телеграм-канал где я делюсь разными новостями связанные с там с мероприятиями которые провожу обучением которые провожу есть платный канал где выкладываю связочки и скоро будет очень большой новый апгрейд форматов на платном канале в общем будет это полезно не только для тех кто занимается танго но и тех кто хочет заниматься своим продвижением и строить свою карьеру в танцах вообще когда-то давно несколько лет назад у нас был определенный биф вместе с они зюзиной когда она после конкурса милонга россии где нас поставили сани шуствой на последнее место это был прекрасный сериал вместе с ней мы то есть я написал у себя в соцсетях достаточно нейтральный комментарий в котором я написал что судьи всегда показывают то направление в котором они хотят видеть то или иное танцевальное направление имея в виду что поставив определенных людей а точнее на том конкурсе всех людей выше нас ну то есть они примерно определили как хотят видеть танго нуэла в этом случае именно эти судьи и на этот комментарий аня зюзина очень грубо и развернуто проехалась и по мне и по моей партнерши что как бы ну я у нее не делал никакого запроса обсуждать меня там рассуждать по поводу моего мастерства она это сделал грубо и потом мы был у нас и я сходил к ней на урок на который мы записали и договорились записать публично я его выложил я его разобрал разобрал историю а не зюзиной как тангеры разобрал себя почему так ко мне относится соответственно а не зюзиной и так далее то есть получился прекрасный сериал обязательно где-нибудь вот тут сейчас будут ссылочки на то как все это началось я рекомендую его посмотреть очень весь а там у нас получил серии 5 с тех пор ну много воды утекло многое поменялось и сейчас конечно же у нас немножко расклады из танго нуэва другие и со мной другие расклады вот но не все на самом деле в курсе об этом некоторые люди кто находится вне пределов россии думают что все также павел собирая какой-то неизвестный ноунейм которого вообще никто не знает павел собирая ничего не умеет и так далее и соответственно по нему можно проехаться вообще легко в одну в другую сторону и все будут на твоей стороне но это не так и соответственно поводом для такого моего немножечко даже экстренного подкаста пока еще тема горячая и актуальная соответственно моя реакция на пост который написала мила вигдорова у себя в вк и соответственно я хочу об этом поговорить я хочу об этом разобрать конечно же милу я уже сразу же когда еще я написал что это все прочитано я пригласил для публичного обсуждения для того чтобы это не было так то что я с милой как бы заочно так вот я это в спину вот она не может мне ответить а я вот есть здесь накатываю я сразу предложил прийти ко мне на подкаст и для того чтобы глядя в глаза друг другу как мы делали например сергеем куркатовым тоже был там со мной не согласен точно так же как ну с другими моими хейтерами периодически их приглашаю но как бы смелости набирается далеко не все по ну на данный момент во всяком случае когда я запишу свой этот подкаст и мило сказал то что она готова к записи такой если это будет выложено на канале танго мио это соответственно а не зюзиной как раз таки канал они же подружки и соответственно если ну то есть был будет выложено там то она готова со мной очно встретиться потому что она в ближайшее время в том числе будет в москве я запросил у нее детали к сожалению детали она не прислала потому что вариант то что мне пообещала мило меня на данный момент не устраивает поэтому мило если ты смотришь это видео а я думаю ты скорее всего смотришь это видео то ну как бы я готов это предложение твое реализовать то в том числе сейчас ну как бы будут предложены с моей стороны определенные доводы в том числе для обсуждения и я готов на На любой площадке, которую ты выберешь, может, это будет у Максима Извекова, на канале Танго Мио, на канале Планетанго или вообще на любом другом канале с модератором, без модератора, ты будешь одна, ты будешь в компании с кем-то еще, это будет в Танзале, в подкастерной, где угодно, в любом формате я готов с тобой встретиться, обсудить и, соответственно, поговорить по поводу и моего мастерства, и твоего мастерства, и кто на что имеет право, и кто как себя в Танго-сообществе ведет на данный момент, к любому формату общения я готов, дай мне только знать, желательно так, что у нас, так как с тобой сейчас это, ты выбрал такой открытый публичный формат, сделать максимально громко, то, конечно же, мне хочется, чтобы наша вот эта с тобой вся дискуссия и все это обсуждение, которое, надеюсь, будет максимально корректно, и, во всем случае, с моей стороны точно будет корректно, я надеюсь, что она будет публичной, то есть как бы на какие-то личные сообщения я отвечать не готов, поэтому, если мы публично договариваемся, где, когда, во сколько, кто нас будет снимать, кто нас будет монтировать и так далее, я готов организационно и даже финансово, я готов в это вложиться для того, чтобы у нас получился, ну, как бы такой результат, и то, что люди могли бы посмотреть на нашу дискуссию очно, кстати, можно даже с публикой, в общем-то, короче, все варианты, милый, я готов, а сейчас, пока ты отказалась со мной встретиться, давай я разберу и, соответственно, отреагирую на твой пост. Реакции Милы, которую, ну, которая была в посте, это реакции на чемпионат, который я провел вот совсем недавно, это первый чемпионат России по танго-нуэво, то есть специализированный конкурс, которого раньше не происходило. На всякий случай, сейчас, я думаю, для большинства моих учеников, то есть я не говорю для всех танго-сообщества, потому что Мила уверена, что она, как бы, звезда, которую знают все, но большинство моих учеников и очень много людей сейчас в России, кто в танго, они не знают, кто такая Мила Вигдорова. И, возможно, ей это тоже немножечко, ее может немножечко задевать, но, тем не менее, Мила реально, это как бы без всяких приколов, на мой взгляд, лет 20-25 назад это была самая лучшая танцовщица по танго-нуэво. Ну, в общем-то, по моему ощущению, насколько я могу об этом судить. Мила когда-то вместе с Аней Дзюзиной были первыми, возможно, россиянками, которые очень активно продвигали аргентинское танго в Москве. Ну, скорее, все-таки в Москве, то есть я бы не сказал, что они в России как-то продвигали, ну, то есть в Москве продвигали. Много действительно Мила ездила за пределы России, очень много привозила различных аргентинцев, маэстро, сама много у кого занималась. И Белла — это все в момент становления максимального расцвета танго в мире, не только в Москве, но и в мире. Это, то есть, как бы самый золотой период популярности танго вот последнего времени. Сейчас, конечно же, времена не те, спад у нас идет тоже, мы об этом сейчас немножечко поговорим. Ну, в общем, короче, Мила реально именно в танго, именно в традиционном танго, она в теме очень многих вопросов и открытых, и закулисных, и так далее. Поэтому эту часть мы давайте, ну, как бы сразу держим в голове. Мила стояла реально у истоков танго и танго-нуэва в России. Ну, а теперь давайте читать пост, который Мила написала, и, соответственно, на что я хочу сделать реакцию, и, соответственно, вместе с вами. Ну, то есть, понятно, это не моя, не первая реакция. Я не уверен, но у меня-то есть такое ощущение, что Мила немножечко его подредактировала. Ну, если что, я не хочу заниматься реакцией, у меня где-то есть скрин, потому что, кстати, есть те, кто написали комментарии, и потом их поудаляли, либо тоже поредактировали. Ну, бывает так, хорошо. Итак, соответственно, начинаем читать пост Милы Вигдоровой про… ну, просто, то есть, она не была на чемпионате, мы с ней на всякий случай тоже. Я единственный раз, когда мы с Милой пересеклись, мне было очень интересно. Мила мне, как бы, я ей как-то предложил потанцевать, как бы, тоже под запись, то, что, ну, как бы, я знаю, я видел, как Мила танцевала нуэва с очень знаковыми европейскими танцорами танго-нуэва. И я ей написал, но, как бы, она никак не реагировала, и поэтому мне было все равно, тем не менее, интересно. Поэтому я пошел к ней на индивидуальный урок и попросил улучшить мое… сделать меня… что мне нужно сделать для того, чтобы стать лучшим танцором танго-нуэва. Вот, ну, как бы, так как я не могу предоставить никаких, как бы, вот таких визуальных доказательств, поэтому подробностей сильно не буду. Давайте пока не буду эту часть трогать, оставлю, если что, это на потом, на очную встречу, если мы, как бы, смело будем это обсуждать. Ну, в общем, короче, в реальности, фактически, мы с ней не танцевали ни разу. Ну, то есть я имею в виду формат, там, мелонги или какого-то шоу и так далее. То есть занятие это не считается, там у нас прям потанцевать, ну, как бы, было фактически невозможно. Вот поэтому Мила обо мне ни как преподавателей, ни как организатор, ни как танцору ничего не знает, кроме того, что она знает заочно через Аню Зюзину, через, там, каких-то других людей, через мой какой-то медиа-образ. И, соответственно, что начинается? Что делать, когда ты считаешь себя лебедем, а ты на самом деле павлин? Ну, понимаете, там, Павел, павлин, да? Для всех лебедей ты изгой. Над тобой ржут, не принимают всерьез. Ты вообще не вписываешься в действительную, в действительность лебединую. Мил, ну, как бы, возможно, опять же, ты не в курсе, но за это время, когда, ну, ты, тебя не было в России, и, может быть, это со слов Ани, и, может быть, в доме на Калашином, в котором я, причем, несколько раз был, и даже сама Аня Зюзина ко мне на конкурсе подходит и здоровается. И мои ребята, когда приходят, ну, я, как бы, вывожу уже своих ребят тоже на конкурсы, и они выходят, участвуют, и они говорят, Баш, ну, с тобой, все подходят, и с тобой все здороваются, и с тобой все общаются, и смолк-ток, и так далее. Ну, то есть, это не похоже на то, что ты изгой. И я, как бы, приглашаю к себе знаковых людей в танго, которые, ну, действительно, в реальности многое что делают. И я имею в виду и на уровне конкурсов, и на уровне мероприятий, и на уровне, ну, то есть, на разных уровнях. Ну, как бы, изгой, я не знаю, что ты, конечно, имеешь в виду по словам изгой, но не похоже на то, что сейчас, в этом случае, в 2024 году, я какой-то изгой, который в странице. Да, есть люди, с которыми у нас сложные отношения, но мне кажется, у всех людей есть истории, с кем у них, как бы, сложные отношения, да, и чаще всего это выбор в данной ситуации за мной, да, то есть, я сам выбираю то, что есть люди, которые, ну, повели себя некорректно, некрасиво, и, конечно, я с ним не буду общаться, и маловероятно то, что они тоже захотят со мной общаться, зная, ну, как бы, обратную сторону наших взаимоотношений. Поэтому смотри, просто посмотри, кто у меня был на подкасте, да, и тогда будем говорить, изгой я или не изгой. В этом случае, нет, ну, как бы, я не был ни на одной мелонге, куда бы я пришел, и меня не пустили, или я не был на каком-нибудь конкурсе, где меня отказали бы в регистрации. Над тобой ржут. Опять же, есть люди, которые ко мне приходят сюда, и важной частью вообще вот этого всего, вот подкастерной истории заключается в том, что у меня есть возможность пообщаться со многими людьми лично вне of the record, так сказать, то есть вне записи. И я могу точно сказать, что ко мне относятся куда более, чем серьезно, и с опаской, да, потому что я делаю что-то непонятное для многих из них. Но то, что ржут, ну, как бы, это у вас, возможно, вот в вашем маленьком мерке, а не Зюзиной, возможно, как бы, ну, такой формат общения между собой. Но тут немножко не так все. И если бы меня не принимали всерьез, то у меня бы сейчас был бы все-таки, наверное, другой круг общения, чем который есть у меня по факту здесь. Ну, давайте дальше про лебединую реальность. Говоришь по-другому и даже не похож. Ну, в смысле, как бы, я не похож на лебедя, к которому себя, конечно же, относится, относит Мила Вигдрова. Но маркетинг наше все. Смотря что ты имеешь в виду маркетинг, ну, то есть маркетинг, если это, когда ты понимаешь свою аудиторию, можешь с ней выставить нормальный, адекватный диалог. Да, маркетинг наше все. Если, как бы, нету позиционирования, если вы на протяжении, там, 25 лет, про которые дальше Мила скажет, не занимались взаимодействием с аудиторией, конечно же, то, как бы, ну, маркетинга у вас не было. Если ты достаточно громкий павлин и куча других птиц вообще в лебедях не шарит, то можно кричать громко «Я лебедь». Сделать, ну, сделать конкурс «Лебедей России». Позвать туда даже одного лебедя в судье до кучи к остальным павлинам. Мне интересно, ты про одного лебедя имеешь в виду Мишу Ефимова или Сагдиану Хамзину. То есть, кого из них ты не относишь к лебедям? Просто интересно. Ну, то есть, на всякий случай, Михаил Ефимов — вице-чемпион, неоднократный вице-чемпион Европы по танго, а Сагдиана — чемпионка мира по танго. Кто из них… Ну, вот просто это два как бы человека, которые там специализируются. Я специально взял двух людей, кто специализируется на танго. А остальных просто специализируются на танцах вообще, в отличие от тебя, милый. Ты в танцах не понимаешь, что ты сам об этом пишешь. Вот. И, соответственно, может тогда мировое сообщество можно со временем вести в заблуждение, что настоящий лебедь ты. Но при этом ты останешься очень красивой птицей-павлином. Сам по себе, конечно, стиль повествования очень о многом говорит. В свое время загнулся, к счастью, такой ресурс, который назывался «Танго без цензуры». Там вот в такой манере примерно общались все. И для меня это многое объясняет, откуда такая манера появилась. То есть если как бы раньше Мила прикрывалась другими людьми, которые от имени таких людей, как Аня Зюзина, Александр Вестгов, это еще Наташа Короткая тоже. Ну, то есть люди, которые просто не могут в полной мере публично излить желчь, то там это люди как раз кисливали через своих учеников, через свое окружение. Теперь окружение уже как бы больше побаивается меня, потому что за это время мы неплохо проредили вот это все хамское общение. И многие, я смотрю, уже научились все-таки вести себя корректно или почувствовали то, что может быть какой-то ответ. Поэтому вот Мила, возможно, теперь вынуждена демонстрировать свой такой язык повествования публично. Аллегория может быть не очень. Это точно плохая аллегория. Все-таки лебедями и павлинами рождаются, а танго при желании можно научиться танцевать. Но, думаю, так понятнее. Ну, плохая аллегория по другой причине. Его уже, к сожалению, довольно частое заблуждение, что некий деятель российского Ютьюба и других соцсетей, танцор направления около танговой, но лишь местами пересекающейся вселенной продвигает себя как представителя танго-нуэва о своем мероприятии со свойственным ему пиар-размахом и являет чемпионатом России по танго-нуэва. Ну, то есть тут куча, конечно, гадостей. То, что... Ну, и то, что около танговой. А почему я около танговой? Ну, я вполне себе в танго пересекающийся вселенной. У меня как бы очень большая вселенная. Моя вселенная точно больше, чем только танго-сообщество. Это факт. Но это не значит, что оно там... Ну, оно пересекается, и танго вполне... И почему я не имею права повести чемпионат России по танго-нуэва, если я соблюдаю все необходимые организационные формальные вопросы, если есть федерация, которая имеет это право сделать. Так вот. Назвать можно что угодно. Как угодно, и найдутся даже люди, которым заманчиво на безрыбье получить медальку и звание чемпиона России. Очень... Давайте сразу противоречие будем накидывать. Между прочим, дальше Мила пишет то, что параллельно в Питере проходил чемпионат. И, соответственно, я один из тех людей, кто разгоняет тему танго-нуэва в России. Ну, то есть, как бы все, кто... Вот там Вестгов, все остальные, в принципе, они вполне себе спокойно кормятся с этого. И, соответственно, как бы в каждом конкурсе сейчас есть номинации танго-нуэва, где-то включают уже альтернативный танго и так далее. То есть, и параллельно с моим конкурсом проходил Ля Бока Саммер Фест, или там как-то он так называется, ну, то есть в Питере, где, куда... Это, в принципе, я еще согласен, один из самых лучших конкурсов сейчас в России. Я имею в виду по аргентинскому танго, не по танго-нуэва, по аргентинскому танго, проводит Ля Бока в Питере. И параллельно с этим, фактически, за день до этого проходил кубок в Питере. И, соответственно, какое тут безрыбье... Безрыбье, то есть, опять же, давайте вопрос логики. Я понимаю, что Мила там девушка и все дела, но все-таки давайте, если у нас проходит два чемпионата фактически в одни даты, какое-то безрыбье, вполне себе рыбье. Найдется и федерация, которая подпишется под этим. Да, почему бы нет, если я умею договариваться, почему бы не договориться. Эта федерация и мужа моего много лет чемпионом танго России называла. Он не кичится этим званием, потому что все мы знаем, чего стоят эти мероприятия. А как бы... Ну, я знаю много людей, которые не кичатся, то, что они там на Милонге России. И вообще, в принципе, Милонга России — это не чемпионат России. Милонга России — это просто конкурс. А если у меня на моем кубке, на моем дипломе написано «Чемпион России», почему я не могу этим кичиться? Ну, то есть у вас одна стратегия, у кого-то другая стратегия. Я думаю, многие ребята, которые сейчас выиграли чемпионат России, они тоже к этому спокойно относятся. Ну, хорошо, если у тебя муж не кичится этим. Молодец. Ну, причем здесь федерация. Федерация как раз-таки официальная. Если уж говорить о чемпионате, на котором ты не была. В судьях ни одного реального, признанного представителя «Танго Нуэва», раз оно существует. Только что до этого ты пишешь то, что «Танго Нуэва» не существует, и там дальше будет то, что про «Танго». А теперь пишут то, что какие-то реальные, признанные авторитеты. Мне для меня сейчас как бы люди такие, как ты, как Себастин Арсе. То есть я, опять же, в отличие от тебя могу это открыто говорить. То есть не так, как ты написала свой пост даже без упоминания меня, без упоминания моей фамилии, ссылки. Когда я писал пост по поводу судейства Владимира Гусева или там Филипп Сорокин, который хейтером у меня был, то есть я всех отмечаю, потому что я как бы обращаюсь к этим людям. А вот это все, ну, то есть это как бы мелко и странно. Это странно, да? То есть не хватает смелости даже написать. Так вот, соответственно, по поводу там Арсы, тебя, я не знаю, кто еще там, кто еще реально признанный представитель «Танго Нуэва». То есть кто публично продвигает Нуэва в Москве, в России, в мире. Я не знаю таких людей. Но тем не менее те люди, которых я знаю, тот же самый Арсы, я вас воспринимаю как предателей. То есть люди, которые 15-20 лет назад вдохновили огромное количество людей, в том числе меня, на то, чтобы заниматься «Танго Нуэва». А потом сами же перечеркнули все то, что вы как бы сделали. То есть вы лицемеры. Мил, и ты лицемерка. Потому что те вещи, которые вы несли 15-20 лет назад, про свободу, про творчество, творчество, любовь, про которую все у тебя там будет внизу дальше написано, вы свели к какой-то примитивнейшей механике, которую, в принципе, намного проще можно освоить. Мои ученики танцуют лучше. Большинство социальных, то есть я не говорю сейчас про бальников, а социальных преподавателей. Ну то есть тех преподавателей, которые выросли вот на этой идее. Тех преподавателей, которые строчат здесь внизу, еще тебя поддерживают, и потом стирают свои комментарии из разных городов России. Бальники отдельно. Бальники пришли, они тут как бы зарабатывают деньги. Но вот эта социальность, это как раз-таки ты предала, и Арсы предал. И вот все, кто вот тогда дали вот эту свободу и иллюзию того, что тут можно придумывать. А оказывается, спустя там 25 лет ты пишешь в своем посте, что вы, все, кто не хотите танцевать так, как ты чувствуешь, как ты показываешь, вы все павлины, а не лебеди, такие как я. Вот я успел быть лебедем, а теперь вы все, ну как бы там ползаете внизу, а я на вас презренно смотрю. И если я вам как бы кивну, то тогда вот, ну вы получите разрешение быть тут, постоять рядом с нами с лебедями. Поэтому, Мил, а кого мне нужно было в судьях, расскажи мне позвать? Я не знаю людей, которые продвигают. Стас Фурсов. Я не слышал, чтобы Стас Фурсов продвигал танго Нуэла. Стас Фурсов круто танцует и танго из сценарио, и писту, и так далее, про которые ты упоминал дальше. Но Стас Фурсов, он из вашей тусовочки. Из тусовочки тех, кто, ну как бы топит свои какие-то темы вокруг Арсы, вокруг Ани Зюзина, и так далее. Предложи, когда мы с тобой встретимся, кого мне нужно было позвать. Я позвал людей, которые разбираются в танцах, в широком смысле этого слова. И если бы ты, в отличие, ну как бы я считаю, что ты любитель, ты как бы талантливый любитель, ты как бы действительно в твоем танце, я не говорю, я не знаю, как ты преподаешь. Вернее, чуть-чуть знаю, но как бы, ну то есть мне непонятно было. У меня много вопросов к твоему преподаванию есть тоже, потому что, но мы будем просто держать, убираем это за скобки, я не знаю. То есть одного урока просто было, наверное, недостаточно для того, чтобы что-то понять. Только общее впечатление. Соответственно, поэтому мы это убираем. Как танцовщица, это было очень интересно, вот как бы вот 20-25 лет назад, когда ты начинал, это было действительно интересно, это было вдохновляюще, это было совсем по-другому. Сейчас это скучно, неинтересно, вторично, и там уже, ну как бы все далеко. И, ну то есть, к чему это все в этом смысле пришло? Некого приглашать. Аргентинцев тоже нет. А у нас что? Аргентина как бы... Причем здесь Аргентин? Аргентина. Вообще, причем здесь Аргентина? Мы судим, говорим про танцы. Если мы говорим про танцы, то нужен специалист в танцах. Не тот, где кто-то родился. Это что такое за национализм в танцах? Почему у нас... Ну как бы, опять же, если бы ты знал, вот я, кстати, мысль-то вернусь. Если бы ты знал немножко за пределами того очень узкого мира танго, который очень маленький есть, является танго, является производным других танцев, более глобальных. И ты понимал бы, как существует в других танцах, и вообще какие закономерности, как танцы устроены, как другие танцы повлияли на танго, то, возможно, ты как бы, ну вот это все лучше бы ориентировалось. Но ты любитель, и ты это не знаешь. И поэтому для того, чтобы там, где ты не знаешь, как, типа, талантливая танцовщица, но абсолютно как бы, ну, пустая в плане понимания вообще танцевальной индустрии, то мне нужны люди, которые широко разбираются, которые могут действительно с очень большой высоты посмотреть и понять, куда все это двигается. А это куда-то точно двигается, и дальше ты тоже об этом скажешь. Поэтому, при чем здесь Аргентина? Ну, от зависимости, то есть, ну, как бы, куча здесь аналогий, но мне кажется, любой здравомыслящий человек, который, ну, как бы, не настолько у него, отсутствует вот это религиозное поклонение аргентинцам, причем то, что танго, оно там есть и британское танго, есть куча разного танго, ну, то есть, это отдельно я запишу, как бы, разборы. Но вот это количество любителей, и которые, ну, за выслугу лет все еще, как бы, пользуются каким-то авторитетом, при этом, как бы, абсолютно не разбираясь в предмете, меня удивляет. И даже не то, что, как бы, ладно, есть и есть. Мил, меня удивляет тот гонор, с которым ты вот это все говоришь. Ну, это как бы, ну, аргентинцы. Ну, хорошо, ладно, дальше двигаемся. Ну, а поставить ивент, претендующий на какое-то там чемпионство, это про мой, в одни даты с другим котирующимся танго-чемпионатом, где, кстати, раньше никогда не было, как отдельного Ноэва, где на минуточку, ну, то есть, ладно, то есть, сначала то, что у нас безрыбье, потом, оказывается, я вот ставлюсь супер-престижным чемпионатом, вот видите ли, и как бы, ну, что это за ужас такой, и где на минуточку выступает самый, что ни на есть, танго Ноэва-бенд, наркотанго. Мил, возможно, ты не в курсе, но как бы наркотанго, конечно же, тот, как тот коллектив, который ему тоже уже 20 лет, то есть, в принципе, тоже ретро вполне спокойно, и с Карлосом мы как бы лично знакомы, Карлос приезжал, и даже у меня дома жил, вот, и это вполне себе тоже уже ретро, понимаешь, ну, то есть, танго Ноэва, который ты думаешь у тебя в голове, модный, молодежный, это ретро-стиль, и ты танцуешь в идеологии ретро-стилей, и все, что вы там в прошлом танцевали с, ну, то есть, разными людьми, не только аргентинцами, кстати, в Европе-то танцевало не с аргентинцами, и вполне себе там экспериментально все было, так вот, соответственно, ну, как бы наркотанго, это вообще не мейнстрим, ну, то есть, наркотанго я не ставлю на своих мелонгах, ну, то есть, на мелонгах вообще не ставлю электронной танго, поэтому, ну, как бы, окей, и так, всех серьезных танцоров танго, в том числе, претендующих на чемпионство, отмести очень грубо, но эффективно, ну, как бы, человек делает выбор, он, ну, как бы, где, на какой стороне, в принципе, меня все устроило, ну, то есть, у меня собралась аудитория, у меня собралось достаточное количество людей, для того, чтобы конкурс провести, и были полуфиналы, были финалы, ну, то есть, не было так то, что там, я не знаю, два человека, или три пары в номинации, нет, много народу приехало, с разных частей России, кстати, из Владивостока, из Крыма приехали. Человек при этом говорит, что он продвигает танго нового в России, да, продвигает, мило, то, что, как бы, ты, и вот это посыл, то, что я такой, типа, суперкоммерсант, а вы такие все белые, пушистые, думаете о величии, там, аргентинского танго и танго нового, расскажи мне, пожалуйста, мило, что ты, Аня Зюзина, там, Арс, или еще кто-либо делаете, именно нет с коммерческой точки зрения, да, вы ведете занятия, мастер-классы, привозите аргентинцев, все это платно вы проводите, ну, а, хорошо, давай про меня, причем, давай, опять же, мы сейчас проговорим, что, вот, ну, то есть у меня с учениками все хорошо, на данный момент у меня наперед выкуплено 600 индивидуальных занятий, которые мне нужно провести, мои ученики знают, что у меня есть ограничение, что я провожу одно индивидуальное занятие с одним учеником в неделю, просто больше я физически не успеваю, у меня группа, небольшое количество групп, маленький зал, в котором я провожу, у меня, когда хотят купить, вообще сделать групповое занятие, у меня, мои ученики выкупают под группы, которые они хотят собрать, занятия, и на эти группы всегда тоже, как бы, ну, фактически солд-аут, вот есть, как бы, там, группа, там, воскресенье, которую Ирина Щекина ведет, есть группа, как бы, в пятницу, которая собрала Катя Захарова, они очень классные, мотивированные, и вот они как раз-таки, ну, то есть им это интересно, и по всем этим группам везде у меня прям солд-аут, везде куча народу, то есть мне ученики, вот именно вот в оффлайне, они вообще, ну, не то, что не нужны, мне они нужны, у меня все, как бы, просто реклама, она, мне не нужно забивать свое время занятиями, у меня очень хорошо продаются онлайны, независимо от того, то есть, там, я не знаю, рекламирую, я их не рекламирую, но я продолжаю, что я продолжаю делать, вот так вот бесплатно, куда люди могут приходить, открытые мастер-классы, куда люди бесплатно приходят, и я как бы людей знакомлю с танго впервые, я их не зову никогда, те, кто был, знают, я никого не зову, там, к себе на занятия, приходите ко мне на занятия, листовки не раздаю, я провожу бесплатные меланги, на которые люди приходят и просто танцуют, Опять же, да, я продвигаю свои медиаресурсы, но как бы медиаресурсы — это у меня... Сейчас я отдельно скажу, да. Есть отдельные мои медиаресурсы. Мои медиаресурсы я оплачу, да, то есть я оплачиваю там аренду зала. Вместо того, чтобы провести вот эти индивидуальные занятия, которых у меня накопилось огромное количество, я монтирую сам, я записываю сам, приглашаю людей сам, уговариваю и так далее. Ну, то есть я делаю разборы, чтобы люди лучше разбирались, я, ну, как бы сейчас реже напишу статьи, есть очень много вещей, которые я делаю бесплатно, я популяризирую танцы, да, я приглашаю людей и как бы, ну, вот этой своей медийностью делюсь с ними, да, то есть вот есть хороший проект у там Максима Извековой, у Кати Зак, ну, то есть я позвал, соответственно, как бы им дал возможность такую площадку. Есть там у Жени Самойловой ее, как бы, туфли, очень хорошо, большое количество просмотров, ну, то есть сделали, ну, то есть я пригласил бесплатно, она пришла и рассказала про туфли. И Жанна Крылова тоже, мы с ней пообщались, бесплатно все получили. Понимаешь, как бы здесь другая логика. Скажи мне, что ты сделала для танго того, что было бесплатно и того, что было действительно людей привлекало в танцы. Очень интересно. Ну, потому что коммерс-то в результате типа я, а не ты. Человек при этом говорит, что он продвигает танго Нуэва в России. Кто, кроме меня, не то, что танго Нуэва, а скажи мне, кто, кроме меня, вообще танго в России продвигает? Не продает, не коммерцией занимается, а продвигает. Проще было назвать это самое новое супер Нуэва, чтобы со всем отделиться. Так я назвал стрит-танго. Мил, ты невнимательно. Ты как бы сейчас дальше будешь об этом говорить, но ты невнимательно, я уже это назвал. Ни один танцор, которого мир приписывает к легендам и создателям Нуэва, включая Наверу и Чичу, не считает себя танцором танго Нуэва. Ну, это значит, это такие вообще общие штуки, которые в других танцах это проявляется примерно в следующем. То, что я не танцую какой-то определенный стиль, я просто танцую. И это нормально, то, что взрослые люди, которые очень широко смотрят, они не приписывают себя какому-то стилю. И я тоже, если ты меня спросишь по-серьезному, то есть по-нормальному, то я тоже не скажу то, что я танцую там стрит-танго или я танцую танго Нуэва. Я просто танцую, понимаешь? Я просто танцую в паре. И это как бы просто для того, чтобы людям было понятней, ну, они используют какие-то слова. Вот, как бы кто-то говорит там сальсом, хотя танца сальса не существует, и ты, возможно, об этом не знаешь. Куча вообще мест, где люди танцуют сальсу, но танца сальса нет. Это все как бы те, кто глубоко разбирается, специалисты, они знают, такого танца нет. А еще нету танца хип-хоп. Те, кто этим профессионально занимается, знают, что такого танца нету. Нету хип-хопа, нету сальсы. А есть большое количество внутри, под этими зонтиками, куча разного всякого разного. И то же самое с танго. Танго — это, с одной стороны, есть танго, все понимают примерно, о чем речь, и там много разного неоднородного. Странно то, что, опять же, если бы ты была профессионалом, ты бы в этом разбирался. Я понимал то, что как бы, ну, перейти из одной, там, я не знаю, корзинки в другую достаточно просто. Навер и Чичи. Для них танго — это танго, и прежде всего это традиция. Но это неправда, потому что как это у нас может быть прежде всего это традиция, если они изобрели что-то? И когда ты пишешь то, что ты никогда бы вообще там руки бы не подала и так далее, с людьми, которые что-то изобретают в танго, это глупо, потому что ты сама всегда была около тех людей, как раз таки, которые что-то изобретают. Просто как бы выше ты уже упомянул, то, что это, типа, имеет право делать только аргентинцы, это сквозит в твоем тексте, то, что вот есть как бы аргентинцы, которые имеют право, а вот есть какие-то все остальные люди, которые не имеют права. Не знаю, почему, кто тебя в этом убедил, но это неправда. Каждый имеет право, и тем более, если он танцор, если он профессионал. У меня уважение к истокам намного больше, чем у тебя. Просто ты как бы в это веришь в буквальном смысле, да, то есть ты как бы в этом смысле находишься в танго-религии, а я больше в танго-вере. Поэтому, когда мне говорят про разницу между тем, что, про что танго, это про танец, про любовь, про отношения, про взаимодействие, про какую-то химию, про драйв и так далее, то вот это для меня танго. Вот это для меня главный смысл. А когда вот это пастура, напряжение какой-то мышцы и так далее, ну, то есть это для тебя. И в твоем объяснении, в том, что ты делаешь, и то, что ты везде объясняешь, на самом деле ты пытаешься, пытаешься, как будто бы ты такая вся, смотришь свысока, но на самом деле ты суперприземленный, ты супербанальный, суперприземленный, потому что ты говоришь о тех вещах, которые являются инструментами, и эти инструменты, они вторичны, потому что первичен — это смысл того, что мы делаем, а как бы инструмент, он вторичен. Я просто выбираю из тех же инструментов, которые есть в танго, просто я на них смотрю не как вот там вот так вот и не как по-другому, а я смотрю шире, и я даю возможность этой инструменты, и поэтому мой танец — это танго. И, соответственно, они танцуют танго, они его развивают, они часть истории мирового танго-контекста. Я тоже там буду, мил, просто поверь. Движение стрит-танго, да, имеет место быть. Спасибо, что разрешила. Браво ему за это. Спасибо, ради бога. Пожалуйста. Хастл с элементами танго. А вот тут вообще, опять же, ну как бы это отдельно, я сделал разбор, ну то есть как любительство. Вот насколько вы все любители. Я всех попробую в ближайшее время отдельно записать еще подкаст. У меня было желание сделать это до этого, просто у меня такой экстренной запись сейчас моего подкаста. А вообще у меня было как бы желание и настроек как раз-таки вот поговорить про разницу профессионалов и любителей. То есть у нас очень много людей, к которым относятся, думают, что они профессионалы. На самом деле они, конечно же, такие же любители, как Мила. Потому что любитель — это человек, который видит супер узко. Он может быть талантливый, он может быть очень эффектно, танцевать, красиво танцевать, но есть, знаете, и социальная составляющая, личностная составляющая, профессиональная составляющая внутри как раз-таки любого сообщества. Человек, который, ну, имеет, ну, как бы в любой сфере является профессионалом, он как бы отличается. Вот Мил в этом смысле, конечно, не профессионал, потому что она, если на уровне техническом ты не понимаешь, чем отличается Хастл, ну, то есть это все равно, что ты пытаешься какой-то, я не знаю, диск от CD-диск вставить в кассетный магнитофон. Вот примерно то же самое, это разница, это просто как бы, ну, то есть разная музыка может на них записана, они может по-разному, там на них может нарисованы быть разные картинки, но одно в другое не вставляется. Хастл не соединяется с танго, то есть это также не соединяется с бачат и так далее. В этом главная сложность создавать вот этих кентавров. А то, что я танцую, конечно же, это структуры, все структуры, все элементы танго и вот как бы те, кто за тобой, вот эта паства, которые, ну, то есть которым просто хочется излить желчь, они это не понимают, показывают то, что вы вообще абсолютные, ну, как бы любители и не профессионалы, не понимаете, о чем речь. И, соответственно, вот здесь, там недавно видела, видела шоу бачата, и они делали элемент кальгада и так далее. Да, как бы это вообще не играет значение. Все это, я имею в виду, как бы элементы, это не определяет стиль танца. Как бы, ну, все элементы везде плюс-минус одни, те же. Все танцы состоят из шагов и поворотов и крестов, или не знаю, шаг, крест, поворот. Любой танец. Просто есть как раз таки, если ты разбирался, ты бы понимал, чем отличается именно по структурам одни танцы от других. В общем, давайте сейчас, наверное, все это большой, как бы, пост, но я все-таки давайте зафиксирую некоторые вещи. Это как бы пусть будет затравкой. Давайте так. Мы как бы, ну, потому что много Мила написала. Ссылочка, конечно, уже будет внизу на ее пост. Можете дописать что-то. Ну, то есть, Мила пишет, что она уже, почему она это пишет все? Потому что не может оставить, ну, почему не может пустить все это своим путем? Да просто потому, что танго — это большая часть моей жизни. То есть, Мила, в принципе, сейчас поняла, что спустя 25 лет она пошла не по правильному пути и, соответственно, сейчас чувствует то, что ее немножечко обманули, я так думаю. потому что, Мила, ты понимаешь, да, то, что все-таки не туда завели аргентинцы вас всех. Уже 25 лет танго — это моя жизнь и моя тоже. И я в танго с 2005 года, поэтому, ну, как бы мериться здесь кто дольше и кто там знает больше. У меня другие отношения были просто с аргентинцами. У меня не было никогда ни в чем, никакого религиозного поклонения никому. И поэтому я к аргентинцам вполне спокойно отношусь. В этом наша большая разница. Я стоял у истоков танго в России. Я тоже. Просто ты это делал в Москве, а я это делал в Самаре, я это делал в Поволжье в то время. Мне развивать танго в Москве было неинтересно в тот момент времени. Сейчас интересно. Мне интересно это делать во всем мире. 10 лет я ездил в Буэнос-Айрес, училась, дружила, танцевала с десятками легендарных мелангеров и великих танго-маэстро. Ну, я тоже много с кем общался. Я не только с танго-танцорами. Я, опять же, более шире смотрю все это. Я с танцорами вообще. Развивал танго в России. Напишу, как ты его развивал, интересно. Преподавал, выступал, танцевал в половине танго-мира, продолжая жить, танго, учиться, искать, развиваться, любить. Ну, я то же самое. И что? Почему мне нельзя, тебе можно? Мне важно, что происходит в танго-мире, в частности, в России. Ну, как бы, Мила просто на всякий случай уже 10 лет в Италии живет. И как это реализуется? Ну, как бы, вы привели сейчас как бы деградация танго. Танго теряет популярность. Ну, то есть, это просто многие вещи, все вот эти социальные танго, оно, конечно, вызывает у большинства кринж, и всей тусовкой вы сделали все возможное для того, чтобы люди уходили оттуда. Да, сейчас очень большой разрыв между публикой, что называется, конкурсной про-ам, и публикой, которая танцует социальные танго. Ну, вы его до деградации максимально довели. Это две почти не пересекающиеся танго реальности. Ну, вы строили это. 25 лет строила и построила. Ну, на самом деле, я считаю, это как бы позорное. Ну, как бы, то, что вы построили, я имею в виду, именно не про людей, я говорю, а именно инфраструктурно в Москве. Ну, то есть, меня удивляет. Это позор. Ну, то есть, то, что вы построили. Мне грустно на это смотреть, потому что социальность в танго это часть, по сути, его сердце и душа. В моем танго социальности в том, что я делаю социальности больше. У меня больше мужиков, которые приходят в танго. Их это больше вдохновляет, и они хотят танцевать. На конкурсе, который был в Ля Боке в Питере, фактически, это везде был про-ам. То есть, это профессиональные танцоры, мужики, которые катали на себе, как на карусельке, богатых женщин для того, чтобы им было прикольно потанцевать под современную музыку. На моем конкурсе реальные мужики, которые пришли потанцевать для себя, для собственного удовольствия и для удовольствия партнерш, пришли и танцевали за себя, за свои деньги, а не потому, что им заплатили женщины за это. И я этим очень горжусь. И я вижу в этом социальность. И они точно так же очень круто и включенно танцуют на мелонгах, потому что они это любят, потому что им это нравится. И, соответственно, в этом я вижу социальность. А люди, которые приходят отрываться на как бы... Ладно, это большой разговор, давайте отдельно. Однако хочется, чтобы при этом все оставалось танго, а не чей-то эксперимент лично в виде небесвязи с традицией. В общем, короче, меня обвиняют тут в наглости, то, что я что-то не умею. Мил, давай так. Короче, пост большой. Прочитайте его. Если... Ну, то есть у меня это все вызывает улыбку, потому что история повторяется. Пять лет назад, когда я провел успешный первый танго-нуэл фестиваль, ну, как бы тусовочка от меня решила отвернуться, та, которая была. И в этом участвовали очень многие люди. Но тогда я был человек действительно реально новый. Я, возможно, в ваших глазах и по моему окружению вы могли сказать то, что там ты никто. Вот. И мы тебя уничтожим. Что говорили там, ну, я думаю, кулуарно-то уж точно говорили, но многие говорили и публично. Те люди, которые можно отнести к вашему окружению. Сейчас все поменялось. Сейчас за мной действительно большое количество людей, которые верят и искренне кайфуют от того, чем занимаюсь я и что я делаю для них. И от того, какое место они свое находят в этом во всем. Это действительно много мужчин и женщин, которые наслаждаются танцем. И когда ты приходишь издалека, из Италии, не понимая контекста и плюешь на это вот так вот высокомерно-свысока, это выглядит очень странно. Спасибо тебе в этом смысле за то, что, ну, то есть я и так хорош, и многие знают меня и любят за то, что я хорошо делаю то, что я делаю. Но когда они видят, вот как бы такой фон появляется, как ты, как Аня Зюзина, там, как Саша Крупников, то они, я просто великолепно выгляжу на вашем фоне. Спасибо, что вы периодически подтверждаете те мои слова, и мои слова становятся неголословными. Какое неадекватное, снобское, консервативное, нетерпимое, агрессивное, желчное танго сообщество аргентинского танго тех людей, которые являются стейкхолдерами. И в танго в этом смысле очень много разных людей. И за это время очень много людей немножко в большей степени разобралось, когда у них появилось альтернативное мнение в том виде, в котором высказываю его я. И по тому, что происходит, я думаю, в школах и у Ани Зюзиной, и у других преподавателей явно наметился тренд. И я понимаю, что тебя это пугает. Но вы в этом смысле сами кузнецы своего счастья или своего несчастья. Если ты хочешь очно об этом поговорить, я тебя приглашаю. Давай продолжим все наши разговоры в очной встрече. А на этом сегодня все. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь везде на меня в соцсетях, путь собирай. Если ютуб еще не закрыли, то, соответственно, ютуб, если закрыли, то ВК, Дзен и все остальное. А на этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok